Такой пример привел, мы тоже всегда говорим, то есть человек, если всю жизнь грешит и так далее, потом говорит, а, перед смертью скажу, ла иляхи ла Аллах. И все, как бы, нет, Аллах не даст возможность сказать, ла иляхи ла Аллах, если человек не жил по этим словам. Почему? Потому что пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассаляму, сказал, мэн кана аля шей-ин, ма-та алейх. Мэн аши аля шей-ин, ма-та алейх. То, кто на чем жил, на этом и умрет, на этом покидает этот мир. Если человек, у него всегда из-за его уст какие-то плохие слова вылетали, матные, да, кто-то умер в аварии, он увидит. Опять же, это страх, у него эти же слова вылетят. Субханаллах, ла иля, он не скажет. Даже если захочет сказать. Вот Ибн Аль-Кайям, рахмаллаху, в одной книге написал про «Аль-Джаваб-эль-Кафи», очень интересная книга, там более 300 страниц, но называется как бы «Полный ответ». Он именно этот ответ на один вопрос, 300 страниц, книгу написал. Ему задали вопрос, что делать с той болезнью, когда, если юноша влюбился в кого-то и не может разлюбить. И он ответил в 300 страниц на этот вопрос. И там историю привод, в начале аяты, хадисы, потом истории жизни. Во время тавафа, так скажем, да, вот сейчас на Умре были, один брат у нас дагестанец, он пошел, посетил могилу своего отца, тоже ему было, как моему отцу, 66 лет, тоже инсульт. В 11-м году он умер. Он говорит, умер, когда спускался с Арафата, инсульт случился и умер. Поэтому, субханаллах, или вот мы вчера с Расул Хазратом видели, один шейх лекцию читал в Кувейте, и палестинский шейх. И последние слова, он уже, он дает, вааз делает, мауида делает, дает лекцию. В его консексте, его лекции не должны быть слова, ла иллах, но он уже делает, скажет, ла иллах, иллах, и умер. Поэтому, к чему мы говорим это? Человек, когда говорит, если я не живу по ла иллах, в конце скажу, это не. Аллах просто не даст. Аллах укрепляет на крепком слове, на слове ла иллах, на слове тавхида, те, кто уверовал истину, уверовал в Аллаху, субханаму ва та аль. Также, в хадисе передается, И он знает, не просто ла иллах, он знает, знал, что говорил, поэтому жил и так далее. Зайдет в рай. Не просто так ла иллах, он знает и живет, соответствует этим словам. То он сможет, инша Аллах, сказать последними этими словами, и зайти в райскую обитель Творца, Создателя. Поэтому, уважаемые братья и сестры, вот эти «Ла Илляха, Илля Аллах» мы должны, когда слышим, когда кто-то говорит «Ла Илля Аллах» или «Муазин» говорит и так далее, противоречить неверующим, когда они высокомерились. А мы, наоборот, должны проявлять набожность и скромность, и склонность перед Всевышним Аллахом. То есть наполнить наши сердца. Наши сердца – это как сосуды. Или он заполнится «Ла Илля Аллах» или чем-то другим. Поэтому мы должны любовью по отношению ко Всевышнему Аллаху, понимая, что такое «Ла Илля Аллах» заполнять наши сердца этими словами, этим смыслом и жить по этому смыслу. Потом это будет такой двигатель, который нас будет вести по прямому пути Всевышнего Аллаха.